Здравствуйте на канале ИТОН ТВ программа тема дня сегодня веду я Михаил Горин с нами на связи из Иерусалима израильский политолог арик эльман здравствуйте арик добрый день ну вот что называется считанные дни остались у нас до третьих по счету за последний год выборов парламент они состоятся ближайший понедельник 2 марта и так уж по несчастливому стечению обстоятельств совпало что именно в эти же дни произошло очередное обострение на границе с газой с обеих сторон полетели ракеты все было очень напряженно особенно для тех кто жил в этих районах да и почти в центре страны но вроде бы быстро скажем так сумели эту ситуацию отрегулировать и наступила перемирие во всяком случае на момент когда мы с вами записываем эту программу что дало основание многим скажем так злопыхателям сказать что один из претендентов на пост главы правительства по совместительству являющиеся и сегодня премьер-министром быстро постарался решить эту проблему чтобы она не мешала на выборах насколько обоснованы подобные конспирологические версии я думаю что в этом смысле антаньяу можно дать кредит у него сначала этого избирательного цикла с ухода в отставку и не тогдашнюю министр обороны вигдора либермана когда я забрал сам себе этот пост была масса возможностей и инициировать военный конфликт в секторе газы как казалось бы того хотят большинство из вальтян по опросам которые говорят что недостаточно решительно противостоит террористической угрозе оттуда ну и скорее всего можно предположить значительное число из них это право избирать но антаньяу от всех этих возможностей отказался перед если не швозь апрельскими выборами вы помните был массовый ракетный обстрел израиля который был достаточно беспрецедентом антаньяу подвергся жесткой критике со стороны практически всех своих конкурентов кахо лаван нафтали бенета вигдора либермана но своей стратегии не изменил поэтому можно сказать что здесь есть долговременная позиция ты не верит в то что крупномасштабные военные операции которые сопряжены конечно с потенциалом массовых ракетных атак из газа с одной стороны кто несмотря на наличие системы противоракетной обороны под борзель опасны для мирных граждан способны парализовать мы это не раз уже видели экономическую деятельность назначительной части территории израиля наземные операции сопряжены с немалым риском потерями это мы тоже видели где полагает что в сдерживании с одной стороны хамаса с другой стороны продолжение тех финансовых вливаний катарских денег которые израильское правительство позволяет и лежит путь к возможному долговременному куду прекращению огня которая позволит и на юге израиля тоже навести какой-то виде привести какой-то видимости нормальной жизни проблема конечно состоит в том что этот диалог с организациями и хамас исламский джихад который был инициатором последнего раунда ракетных обстрелов которые стратегическая цель которых не изменилась они продолжают оставаться приверженными свои идеи уничтожения еврейского государства в такой степени политика основанной на предположении что хамас заинтересован сохранение своей власти в секторе газа в первую очередь до какой степени эта политика может продолжаться это хороший вопрос критики натаньягу конечно же настаивают на том что решение альтернативные решения нынешней политики правительства есть они говорят в первую очередь в обновлении точных ликвидаций достаточно широких более широких масштабах чем сейчас они говорят о использовании вот это те же самых кита катарских денег как рычага давления на хамас требованиями изменить порядок их распределения или может быть даже остановить их на какой-то на каком-то этапе для того чтобы заставить хамас пойти в конечном итоге кстати кахалаван тоже говорит о возможном урегулировании с хамасом при условии что они как утверждают бениганцы его коллеги они смогут обеспечить гораздо более эффективное и кредитоспособное давление на исламистов для того чтобы те поняли что в их интересах пойти на можно быстрое решение проблемы на удовлетворение израильских требований в том числе наиболее болезненное возвращение тел погибших солдат и освобождение израильтян которые находятся в плену в газе проблемы которые до сих пор не решена еще одна новость последних дней это то что по сразу по нескольким опросам позиции блока кахалаван достаточно значительно ослабли под больше чем почти на 10 процентов 4 мандата 3-4 мандата по разным опросам на ваш взгляд чем это объясняется и сохраняется временная ситуация или она выровняется к моменту выборов есть такое таинственное слово в избирательных компаниях момент вот этот момент он от кахалаван не всякого сомнения ушел на этой неделе по этим вопросам и я думаю что объяснить это можно рядом причин во первых достаточно эффективная компания ликуда против ганса лично по делам так называемой компании пятое измерение решение прокурора исполняющего обязанности генерального покурора начать проверку этой этой истории обвинения ликуда в адрес ганса к другому председателям этой компании тот факт что все эти потенциальные злоупотребления совершали в ходе переговоров между этой компанией и не больше не меньше израильской полицией что в свою очередь подрывает общее впечатление кредит доверия к этой организации позволяет поднять на повестку дня претензии к другим участникам и играла роль ликуд старается внедрить минимум в колеблющихся избирателей идею о том что речь не идет о том что в ликуде есть коррупция а в кахалаван есть чистые руки там хотят убедить вот этого колеблющего права избирателя в том что проблема не в этом проблема в том что ликуд преследуют а вот холаван там относятся к ним и шелковых перчатках дела спускаются на тормозах а вот если разобраться по-честному то тогда все будет иначе поэтому вне всякого суммония это факт если другие факты холаван не контролирует в последние две недели повестку дня это весьма серьезная проблема для партии которая хочет сменить началось это пожалуй еще с поездки дня у в соединенные штаты оглашение сделки века и заявление о том что отказывается от своего иммунитета к холаван планировала всю свою практически кампанию построить на том что это не ау пытается уйти от правосудия сейчас холаван пытается поднять темы французского закона так называемого идея о том что я 8 станет премьер-министром попытается провести какой-то новый закон чтобы уйти отсюда но это пока работал не так эффективно и не так понятно как лозунг о том что не хочет иммунитета хочет дать коалицию иммунитета отказался стало гораздо сложнее и днем продолжает этот момент он и один раз захватив что называется повестку дня старается ее никому не уступать на самом деле в том смысле несмотря на критику на днях даже выгодно было то что вот этот обмен ракетными ударами с исламским джихадом это в конечном итоге каждый поворот в сторону повестки дня опирающийся на проблемы безопасности внешней политики тематику отношений с трампом это все это работает на натаньян для холаван их стратегия до сих пор была обращение именно к правой части своего электората и колеблющимся правом том числе и для того чтобы вернуть тех избирателей которые ушли в сентябре к обидору люберману партии наш дом израиль эта стратегия по как мы видим не сработала на право и по всей видимости часть заявлений конца о том что ему как ему нравится план трампа о том что холаван поддерживает аннексию и так далее привели к тому что часть избирателей были левого крыла к холаван начали были с большим интересом относиться к аргументам левого блока амира переца и ницена воровица а воды и мелица которые призывают их вернуться домой проголосовать за них обещая что они в любом случае будут частью коалиции ганса коалиции против не то не то есть не приобретая мандаты на правом крыле к холаван начинает терять их на лево это ситуация крайне неудобная которая хочет быть самой большой партии в будущем к насти после выбора 2 марта для того чтобы обладать моральным правом не только потребовать себе первые мандат на формирование правительства но и проверять различные варианты формирования правительства у которого не будет 60 одного голоса в кости на которое тем не менее будет пользоваться относительно большинство это можно сделать только в случае если ты действительно завершаешь выборы самая крупная фракция и не с отрывом одним мандатом опросы этой неделе показали обратную картину вы упомянули что одной из причин падения блока кохол лаван по опросам подчеркну естественно это была достаточно успешная на ваш взгляд рекламная политика ликуда и лично бенемин теньягу но в этот же период ликуд начал достаточно увеличил скажем так достаточно агрессию своей наступательности в рекламных кампаниях по отношению к нд и партии наш дом израиль точнее против нее он заговорил что называется на русском языке личные нападки на либермана и так далее на ваш взгляд вот этот залп он принесет какой-то результат ликуду он позволит ему отобрать русские в кавычках естественно голоса у авигдора либермана в свою пользу когда в ликуде объясняют свою стратегию отношения либермана там приводит два аргумента один либерман сам говорит о том что он с натаниал порвал и занял должен уйти с политической арены и карьерам принял закон ну раз такое дело мы хотим чтобы в этом узнал максимум избиратель другой аргумент ликуд говорит что по всем а по опросам которые они проводили исследуя электорат и там есть значительное число избирателей которые продолжают желать чтобы премьер-министром израиля остался не с их точки зрения упирать на этот на эту точку говорить о том что дни не поддерживай больше кандидату это не альбас премьер-министра может привести к тому что в отличие от сентября когда эта стратегия не очень сработала критики в адрес либермана вы помните заявление тогда ли куда о том что ли это не а о том что ли куда настоящий дом русскоязычных израильтян от этого ничего не осталось в на этот раз есть состоит в том что среди тех избирателей для которых пребывание интерьера на посту премьер-министра все еще остается важным фактором этот аргумент о том что голосование за индии может привести к тому что ты не в этот пост потеряет может сработать и привести в день выборов к тому чтобы положить бюллетень не ламит бюллетень индии а махаль бюллетень ликуд алекс спасибо что нашли для нас время за ваш комментарий всего вам доброго спасибо напомню что с нами на связи был израильский политолог арик эльман до свидания